Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. С утра мне вспомнили стихи Ивана Бунина. Еще и холоден и сыр, февральский воздух, Но над садом уж смотрит небо ясным взглядом И молодеет божий мир. Прозрачно бледный, как весной, слезится снег, Недавний стужий, а с неба на кусты и лужи Ложится отблеск голубой. Все мысли только о весне, Но синоптики снова обещают осадки. В Карачаево-Черкесии местами осадки, снег, дождь. Днем в горах сильные. Ветер южный 6-11 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночи минус 3, плюс 2. В горах до 8 градусов мороза, А днем плюс 3, плюс 8. И местами минус 3, плюс 2. И на дорогах гололедица. В Черкесском небольшой дождь, Переходящий мокрый снег. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночи 0, минус 2. Днем 5-7 градусов выше нуля. Ночью на дорогах гололедица. Министерство по делам молодежи организовало информационно-обучающий тренинг по продвижению бизнеса в интернет-портале. Цель мероприятия – поддержка молодежи в выстраивании работы и реализации товаров на торговых онлайн-площадках. Подробнее вникал в вопросы бизнеса Карча Беджиев. Многие люди перед тем, как сделать первый шаг к созданию своего бизнеса или реализации своих идей, часто сомневаются и задаются вопросами, получится ли то, чем я хочу заняться, а может все это пустая трата времени и средств. Так, на одном из мероприятий, посвященных Дню образования российского бизнеса, рассказали, как начать свой бизнес на различных торговых площадках, маркетплейсах и что нужно для первого шага. Любой желающий может прийти и обучиться тому, как правильно выводить свой бизнес из оффлайн в онлайн-режим. Торговая онлайн-площадка. Что это такое и с чем это, как говорится, едят, рассказал основатель онлайн-оффлайн-школы Руслан Алиев на одном из своих семинаров. Я так предполагаю, в рамках нашего семинара поймут, как правильно выходить на рынок, какие плюсы продажи на маркетплейсах есть, в отличие от оффлайнов и одностраничников, сайтов отдельных и так далее. То есть возможности, так скажем, маркетплейса в настоящий момент безграничны. Уже и давно продаем и даем знания, исходя из нашего опыта. То есть мы не теоретики, у нас практический курс, в том числе налажена логистика. То есть мы понимаем моменты, где какие расходы оптимизировать, потому что бизнес на маркетплейсах, это не значит, что я так вышел и вот все у меня отлично. То есть там есть свои сложности и вот мы помогаем предпринимателям на старте избегать этих сложностей. Данный семинар был реализован при поддержке Министерства по делам молодежи. Они считают, что этот опыт не должен быть упущен. Ведь в нашем регионе созданы все условия для реализации своих идей. И торговые онлайн-площадки могут в этом помочь. Производители, у которых есть товар высокого качества, который относится к категории более чем конкурентоспособного, и, конечно, организации проведения подобных мероприятий с нашей стороны и со стороны других органов исполнительной власти Карачаева-Черкесской республики окажет содействие в успешной самореализации молодежи Карачаева-Черкесии в предпринимательской деятельности, в том числе посредством выстраивания и реализации алгоритма продаж на маркетплейсах. Данные курсы на территории республики являются весьма востребованными, также они являются платными курсами. И несмотря на то, что средний ценник там в районе 20 тысяч, все равно люди изъявляют желание, ходят, обучаются, поскольку это один из самых актуальных ветвей направления развития бизнеса. Если вы запускаете какой-то свой бизнес определенный, какую-то услугу, вы обращаетесь непосредственно на консалтинг или на отсортинг, наша команда ребят занимается развитием вашего товара и услуги. Если это касается непосредственно товара, то, безусловно, затрагиваются маркетплейсы, то есть продажи на более широкую аудиторию в масштабах Российской Федерации. А сейчас это очень актуально именно в маркетплейсах. Безусловно, мы очень наслышаны положительно, наслышаны о данном спикере, и хотят давно уже посетить, и когда меня пригласили, я, конечно, согласилась. Мы очень надеемся, что эти знания нам понадобятся в дальнейшем в нашей работе. В настоящее время более 300 производителей из Карачаева, Черкесия вывели свои товары с офлайн-режима на торговую онлайн-площадку и тем самым в разы облегчили себе работу. Карчабиджиев, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня практически каждый житель нашей страны знает, что такое Общероссийский народный фронт. На сегодняшний день это общественное движение оказывает помощь каждому, кто в ней нуждается. Какова же она, основная концепция Народного фронта? Как они взаимодействуют со средствами массовой информации? Какая конкретная помощь гражданам республики оказывается? Об этом и многом другом в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмила Капушева. Доброе утро всем. Доброе утро, Людмила. Доброе утро. Я безмерно рада видеть вас сегодня у нас в гостях, потому что вы редкий гость, хотя более активного человека на данный момент в нашей республике, наверное, и не сыскать. Но вот нашли время, пришли к нам. И сразу я хочу в начале нашего разговора поздравить вас с таким вот знаменательным событием. Это все-таки очень приятно. Благодарность от президента Российской Федерации за вашу активную общественную деятельность. Спасибо. Людочка, я что хотела бы у вас спросить. Вот Общероссийский народный фронт. Вот это организация, которая действительно делает реальные дела, действительно реально помогает людям. Но я хочу спросить все-таки, вот если можно в нескольких словах, в нескольких тезисах, чтобы вы концепцию вашу нам пояснили, основную. Да, спасибо за вопрос. Мне тоже очень приятно быть у вас в гостях, всегда и сегодня особенно. Я скажу, как вот для меня, что наиболее важное в нашей работе Общероссийского народного фронта, это два фактора. Первый фактор, Общероссийский народный фронт, лидером которого является Владимир Владимирович Путин, создан и эффективно работает именно как инструмент обратной связи. Что это значит? Мы ту информацию, которую мы собираем при помощи опросов, при помощи мониторингов, которые мы проводим, информацию, так сказать, от земли, как это называют у нас, очень оперативно, организованно формируем, анализируем и направляем на самый высокий верх. То есть это информация, которая в виде докладов, в виде справочного материала ложится на стол Владимиру Владимировичу Путину, его помощникам, администрации президента. Потом идут определенные поручения уже идут в Госдуму или в правительство нашей страны. То есть на основании вот этих, казалось бы, простых вещей, которыми мы занимаемся с вами, вот все вместе здесь, это такой инструмент, который позволяет менять вообще и политику в стране. Принимаются новые решения, которые улучшают нашу с вами жизнь. Например, вот из последних, то, что увеличили финансирование, Мишустин увеличил финансирование на лекарства для амбулаторных больных и на значительную сумму. Это тоже вот благодаря той информации, которую мы собирали здесь по методам опроса населения, методам мониторинга, что происходит, как происходит. Вот это первая функция. А вторая функция то, что в регионах народный фронт является действенным таким механизмом решения проблем людей. Вот мне кажется, людям даже, да, вот гражданам нашим, жителям республики, это, наверное, ближе и важнее, потому что, вот начиная от каких-то проблем ЖКХ, каких-то там проблем с благоустройством во дворе, бытовых, но которые вот рядом с нами, они нас больше на сегодняшний день волнуют, да, чем какие-то далекие перспективы, должен быть рычаг какой-то, механизм, который... Каким являетесь вы? Вот для этого есть общероссийский народный фронт. Я это для себя называю народная адвокатура. Понятно, что мы не ходим вместо юристов в суды, не защищаем интересы, не имеем права, но мы можем подсказать, проконсультировать. Иногда этого достаточно уже, когда человек растерян и не знает, куда с его вопросом вообще обратиться. Ну и, естественно, стать тем звеном, которое помогает. Мы эффективно работаем с органами власти, если это их вопрос, с коммерческими организациями тоже. И когда уже необходимо, привлекаем уже и органы прокуратуры, и какие-то контрольные, надзорные органы, если уж необходимо так вот дожать вопрос и решить в пользу гражданинам. Людмила, ну вы тесно, ваш народный фронт тесно, всегда, прям с самого начала, сотрудничала со средствами массовой информации, сообщая, решались вопросы. Вы делаете, мы освещаем. Так вот, мне бы хотелось узнать, насколько реально людям помогаете и в какие сроки? Очень по-разному, конечно, бывают, но и вопросы бывают разные. Бывают вопросы, которые требуют, не знаю, многих лет, наверное, решения. Например, вот недавно у нас расселение произошло, да, уже вот в городе Черкесске, бывших общежитий по Крупской и по Зеленой улице. Года два мы занимались этим вопросом, он дошел до Москвы, вернулся обратно. Это была длительная процедура. Слава богу, сегодня люди уже в новом здании, и там мы с ними не теряем связи, продолжаем как бы решать бытовые их вопросы с коммунальщиками, с застройщиком и так далее. Что касается СМИ, действительно, очень плотно мы работаем, и это не только в Карачаево-Черкесии, но здесь у нас, мне кажется, у нас такое взаимопонимание есть. И очень часто бывает уже вот в последний год, полтора-два, наверное, когда не только мы выходим к вам с какими-то предложениями, но уже и журналисты, которые знают хорошо работу Народного фронта, редактора ваши звонят и говорят, слушайте, вот есть такой вопрос, вы что-то будете в этом направлении делать? Мы даже, может быть, еще к нам никто не обратился, мы даже не знали, что есть такая проблема. То есть бывает так, что сначала в СМИ приходит информация, заявление, ну вот жалоба какая-то. И мы подхватываем эту тему и стараемся помочь в конкретном вопросе конкретным людям. Вот «Октябрьская-3» недавно, да, вот мы ездили тоже с коллегами с телевидением. Благодаря вот такому освещению и ускоряется и решение вопросов. То есть когда есть определенный общественный резонанс, то, чем занимаетесь вы, когда доносится эта информация качественно, профессионально, естественно, и органы власти, и управляющая компания там среагировала совершенно вот в позитивном ключе. На сегодняшний день там уже есть горячая вода, поменяли краны, поставили дверь, убрали этот сквозняк в этих... В общем, жизнь человека, жизнь, быт – это то, что всегда действительно, как вы говорите, рядом, ежедневно. То, что можно думать о высоком, да, и призывать к высокому, но когда человеку, грубо говоря, нечего поесть, когда у него какие-то вот бытовые неурядицы, ему некогда подумать о том, куда он там движется, стратегически, какая его будет жизнь через 10 лет. Да, 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 абсолютно с вами согласна. А вы как сотрудничаете с центром со своим? У нас прекрасно налажены отношения со сполкомом Общероссийского народного фронта. У нас очень интересный и разноплановый состав штаба центрального. И очень значимые люди, активные действительно люди, общественники там работают, достаточно известные. Достаточно назвать, наверное, фамилию Рошаль, который сопредседатель, один из сопредседателей нашего штаба центрального. И очень активную работу ведет именно по здравоохранению. Шмелева, которая занимается направлением образования, сегодня это уже человек на уровне депутата Государственной Думы. И в последние выборы достаточно большой актив Народного фронта зашел почти около 70 человек, которые теперь являются депутатами Государственной Думы, но продолжают держать плотно связь и с нами, с регионами, и с Общероссийским народным фронтом. И это те люди, благодаря которым мы дальше хотим менять жизнь к лучшему. И еще, вот было бы, наверное, сегодня неправильно не вспомнить то, что вы сделали для людей в пандемию. Это, наверное, просто даже не хватит слов, чтобы выразить вам, лично вам, вашей команде, волонтерам огромнейшую благодарность. Сейчас немножечко, наверное, с этим легче, но все-таки сейчас у вас есть еще и горячая линия, правильно? Да, продолжает работать горячая линия, которую запустили Общероссийский народный фронт, Росконгресс и совместно еще с рядом общественных организаций. Это федеральная линия, бесплатная, 8 800 234 11. Ну, достаточно известна она уже, наверное, вот с марта 2020 года. Действительно, весь 2020 год вся наша команда и команда здесь в КЧР, команда Народного фронта, занималась организацией волонтерской деятельности, волонтерский штаб мы возглавляли, полностью координировали эту работу. На сегодняшний день этот штаб продолжает работать, штаб проекта «Мы вместе», это всероссийская акция взаимопомощи, и это очень радостно, Асиад Хакирова возглавляет сегодня этот штаб, и они будут еще тоже расширять свою дальнейшую деятельность. Естественно, мы продолжаем их поддерживать в этом. Вот горячая линия работает на сегодняшний день не только на помощь в связи с коронавирусом, не только для тех, кто находится на самоизоляции, им нужна какая-либо поддержка волонтеров. Функционал этой горячей линии настолько расширен, я сейчас перечислю, вы даже удивитесь, из разных вообще направлений, но, возможно, это будет полезно как раз-таки нашим жителям, кто еще не знает об этом. Занимается горячая линия и возвратом наших соотечественников из-за границы. Вы помните, какая-то была проблема. Очень большое количество людей, благодаря горячей линии, тому, что подключились именно народный фронт, смогли вообще вернуться из-за границы, когда границы закрылись. Но еще продолжается это все. Возврат кэшбэка туристического, тоже возникают вопросы, все, можно проконсультироваться и получить квалифицированную помощь. Вообще неожиданно, честно говоря. Абсолютно, да, из разных. Школьное питание, горячее школьное питание, как только ввели у нас, то есть это с сентября уже, родители, педагоги могут звонить, не только вопросы задавать, но и какие-то жалобы. Это все обрабатывается, и все мы это видим очень оперативно. Медицинские работники могут со своими вопросами проконсультироваться по выплатам. Если что-то не выплатили, какие-то положенные, все эти вопросы тоже решаются через ту же самую горячую линию. И самое интересное, что вопросы социальной газификации, это вопрос, который с прямой линии Владимира Владимировича Путина, вы помните, да? И благодаря его поручению сегодня бесплатно доводится газ до границы земельного участка жилья вашего. И получается, что эти вопросы и проконсультироваться, и если где-то что-то, неувязки какие-то, пожаловаться, попросить помощи, все это можно тоже на этой линии. Я еще раз скажу, 8 800 234 11. Мой последний вопрос, он немножко, наверное, такой личного характера. Как вы такая хрупкая девушка? Управляете всем этим, и как вы это держите в своей голове, и вообще, когда вы живете? Не знаю, мы, мне кажется, все успевать нужно. И в наше динамичное время, тем более, когда половина жизни происходит онлайн, получается успевать даже больше, чем... Хотя, когда мне говорят, как ты успеваешь, я думаю, ну я же ничего не успеваю. Наверное, каждый человек, и вы в том числе, и каждая современная женщина, которая работает, еще есть семья, еще какая-то общественная деятельность, благотворительность, еще что-то, какие-то интересы, хобби. У всех, наверное, так. Каждый думает, боже, еще вот 150 каких-то планов, из них-то 50, если сделаешь, думаешь, боже, ну я же еще 100 не успел. Ну вы приносите огромную пользу жителям нашей республики. Я благодарю вас за ваш труд, я желаю вам успехов в вашей нелегкой работе. Спасибо. Благодарю вас. А сейчас время нашей постоянной рубрики «В мире кино». Сейчас много новинок от отечественного и зарубежного кинематографа. Наш постоянный обозреватель Альбина Курачинова-Кенжева подготовила для вас подборку самого интересного. Приятного всем просмотра. Доброе утро всем. Как ваше настроение? И вот какая подборка сегодня вас ждет. Любители приключенческих боевиков и фантастики могут увидеть на большом экране картину падения Луны. По неизвестной причине у нас ходят с орбиты и идет на столкновение с землей, что провоцирует множественные катаклизмы. Ко дню всех влюбленных отечественный кинематограф подготовил комедийную картину «День слепого Валентина». В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьезные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить все, даже если стрела Амура случайно попала не туда. О юных любителей порадует мультфильм «Щенячий патруй» и подсказки «Бульки для всех. Новые герои». Тут ребят ждет новое захватывающее событие. Принцесса Гавкинбурга посвящает райдера и щенков в рыцаре, и те должны проявить себя, когда бывший придворный обретает контроль над драконом и нападает на замок. На этом у меня все. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. Всего доброго. А еще можно сходить на очень забавную выставку «Страна обезьяны пушистиков». Она открылась в Черкесске. На выставке вы не только познакомитесь с такими животными, как мартышки, игрунки, лемур, кролики карликовые и великаны, говорящие попугай ара, карликовые бегемотики, скины и многие другие обитатели тропиков. Но вы подержите их в руках, покормите, еще и сфотографируйтесь и получите массу удовольствия. Не только дети, но и взрослые. Сегодня Международный день стоматолога. В этот день чествуют заслуги специалистов. Сегодня современная стоматология шагнула далеко вперед. И поэтому безболезненно, быстро и качественно можно превратить улыбку в голливудскую. Далее телевизионный эфир на телеканале Россия продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести Карачаева Черкесия с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok